Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов проверил зоны метростроя на Галактионовской и Полевой и посмотрел, как возводят новую станцию Театральная. Подвели итоги работы за 2022 год и наметили планы на будущее. Какие цели и задачи стоят перед сотрудниками предприятия Ракеты космического центра «Прогресс» в 2023 году? Подписали двух новых игроков. Крылья Советов заключили соглашение с Николаем Рассказовым и Бенхамином Горе. 2023 год объявлен в России годом педагога и наставника. Такое решение принял президент Владимир Путин. О том, какие мероприятия в связи с этим пройдут в Самаре, говорили сегодня в администрации города на заседании Общественного совета по вопросам образования. Совещание прошло под руководством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности в нашем сюжете. Они учат уважению и любви к ближнему, вкладывают нравственные понятия в души своих учеников, а старшеклассникам помогают вступить во взрослую жизнь. Талант учителя заключается в умении передать знания другому и делать трудные вещи легкими. Год педагога и наставника, объявленный президентом страны Владимиром Путином, в Самаре начался с заседания Общественного совета по вопросам образования под руководством главы города Елены Лапушкиной, на котором наметили планы на ближайшие месяцы. На плечах учителей и наставников лежит непростая задача. Помимо морально-нравственных ориентиров, они должны дать качественное образование. Грамотные специалисты – залог успешного развития города и региона. В 2023 году в Самаре пройдут конкурсы профессионального мастерства, форумы и семинары, направленные на повышение престижа профессии педагогов, информационные и медийные проекты. План действительно насыщен. И несмотря на то, что мы сегодня встречались с педагогической общественной, с членами Совета по образованию, конечно, план не только про учителей. Речь идет про наставникам и производственным, речь идет о наставниках здравоохранения, многих-многих других. И, в общем-то, мы постарались сделать такой межведомственный план, который будет поднимать и престиж учителя, но и, безусловно, престиж наставника. Для учителей важно не только дать знания ученикам, но и помочь им сориентироваться в жизни, определиться с выбором будущей профессии. В рамках федерального проекта при 18 самарских школах созданы педагогические классы. Идея рассчитана на учащихся 10-11 классов и призвана заинтересовать школьников учительским трудом и вдохновить на поступление в педагогические колледжи и вузы. Я надеюсь, что так оно и будет, что те ребята, которые сейчас обучаются в педагогических классах, понятно, что не 100% пока еще, но они именно будут теми продолжательной педагогической профессии, которые потом пополнят после окончания вуза педагогическое сообщество городского округа Самары. В одном из педагогических классов при третьей школе Самары учится Иван Берестов. Из 17 лет 11 он занимается кикбоксингом. Иван – многократный чемпион России, чемпион Кубка мира 2017 года. При этом увлекается точными науками. Иван еще не определился, какой путь выберет тренера или учителя физики, но точно знает, что хочет связать свою жизнь с преподавательской деятельностью. Чем трудолюбивый педагог, чем больше он любит своих детей, тем сильнее он заставляет их что-то делать. И дети побеждают с помощью него лень. Участвуют в конкурсах, выдвигаются на какие-то мероприятия. Их жизнь становится очень разнообразной, интересной. И, конечно же, они приобретают какие-то заслуги, опыт, знания. По мнению учителей, не так важно, свяжут ли выпускники педагогических классов свою жизнь с профессией учителя. Главное, чтобы они выросли людьми, умеющими принимать решения и способными нести ответственность за свои поступки. Виктория Шарая, Николай Епифанов, События. Профильные службы города продолжают устранять последствия небольшого снегопада, который прошел в Самаре в понедельник. Оперативную обстановку, качество уборки улиц и дорог обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. По оценкам специалистов ведомства, за сутки в Самаре выпало около 2 мм осадков, поэтому задействовать в расчистке значительное количество привлеченной техники и рабочих не потребовалось. Однако, руководитель профильного департамента Олег Ивахин отметил, что необходимо продолжить как уборку, так и обработку улично-дорожной сети противогололедными реагентами. Кроме того, за их расходом организовали контроль. Поставлена задача использовать минимальное количество и следить за тем, чтобы на участках не было слякотя. Реагент вносится для того, чтобы не образовывался накат, не образовывалась ледяная корка. Внесение реагента дает тот эффект, что снег не слепается и не смерзается. Поэтому эта каша сметается в приладковую и потом оттуда вывозится на площадку для временного складирования. За прошедшие сутки на площадке временного складирования из города вывезли почти 1960 тонн снега. Минувшие ночью Самару убирали 185 единиц техники и 95 дорожных рабочих. В последний день января в расчистке города участвуют 3364 уборщика, включая дворников. На механизированной очистке 269 машин. Сейчас службы города активно готовятся к новой порции осадков. По прогнозам синоптиков, уже в эту пятницу над Самарой вновь пройдет снег, который продолжится и в выходные. В Самарской области в прошлом году снизилось число отравлений газом по сравнению с 2021. Чтобы статистика имела положительную динамику, специалисты газовых служб призывают жителей с повышенным вниманием относиться к использованию газового оборудования и напоминают, что пользоваться им можно только в проветриваемых помещениях, где исправно работает вентиляционная система. Наличие тяги в вентканалах можно проверить при помощи листа бумаги. Его необходимо приложить к вентиляции, и если он притягивается, то все в порядке. Если наоборот, тяга обратная, то газовое оборудование включать запрещено. Специалисты газовых компаний регулярно информируют жителей и рассказывают о безопасном использовании газа с обязательной выдачей памяток и инструкций. Тяга проверяется, допустим, если колонка специальным окошком, это при помощи спички можно проверить. А так, допустим, отдельную вытяжку, если проверить, то можно проверить на вентканале, допустим, даже элементарно лоскутком с салфетки можно удостоверить, что тяга присутствует. Если дует в обратную сторону, то незамедлительно надо сообщить газовую службу. Пользоваться такими приборами при таких нарушениях нельзя. Строят по графику, укладываясь в срок. Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов проверил зоны метростроя и посмотрел, как возводят новую станцию театральная. На участке строительства по улице Галаксионовская представитель подрядчика рассказал председателю правительства региона, что площадка практически полностью подготовлена к установке тоннелей проходческого комплекса. Какими темпами возводят последнюю станцию на первой линии Самарской подземки и все остальные подробности расскажу в сюжете. Несколько тонн бетона, арматуры и массивные сваи, соединенные в единое целое. Результат месяцев усердной работы. Стартовый котлован – это основа, которую необходимо заложить, чтобы в дальнейшем все процессы протекали плавно и без проблем. Выполнена камера следов, в полном объеме, 100% готова к приему счетовой проходки. Это мы вот этот участок? Да, вот как раз это и есть сейчас, камера следов, да. Это же не стартовый котлован. Начальник строительства озвучивает подробности и планы на будущее руководителю Минстроя Самарской области Николаю Плаксину и первому вице-губернатору Виктору Кудряшову. Председатель правительства в составе делегации приехал проверить, какими темпами реализует один из самых крупных за несколько лет самарских проектов – новую станцию метро «Театральная». В зоне метростроя на улице Галактионовской все готово к установке тоннеля проходческого комплекса. Есть готовность к приему счетов, проходческих счетов, которые придут в наш регион уже в марте-апреле месяце. Какое-то время займет их сбор, то и начнется уже основной этап работы – это непосредственно проходка, которая будет продолжаться несколько месяцев. Тоннели проходческий комплекс развернут на дне котлована. Механизм преодолеет несколько верст под землей, прорывая тоннель, который соединит станции – Алабинскую и Театральную. По аналогии с зоной метростроя на улице Галактионовская продолжает трудиться и на пересечении улиц Полевая и Новосадовая. Здесь также занимаются стартовым котлованом. Но перед его непосредственной разработкой специалисты вбивают в землю буросекущие сваи. Они нужны, чтобы укрепить стенки будущего котлована. Используют вот такую крупногабаритную технику. Готовность таких укреплений для стенок стартового котлована на улице Полевой специалисты сейчас оценивают выше 60%. Во время осмотра стройплощадок разговаривали и о расселении жителей, чьи дома находятся в зоне строительства. Это в первую очередь касается жилых строений по улице Галактионовская. Первый вице-губернатор Виктор Кудряшов отметил, что сейчас нужно максимально удовлетворить потребности в жилье самарцев, проживающих в расселяемых домах в зоне метростроя. Этот вопрос на постоянном контроле властей региона. Напомним, что после окончания строительства первой ветки Самарской подземки и ввода в эксплуатацию новой станции, метро свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%. Профильное муниципальное предприятие полностью готово к новым вызовам. Для этого активно обновляют подвижной состав. Специалисты Самарского метрополитена отмечают, что добраться до исторического центра можно будет за 20-25 минут, а интервал движения поездов сократится до 7-8 минут. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События. Далее, коротко о других темах этого дня. В этом году в Самаре благоустроят 46 дворов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Администрация Октябрьского внутригородского района заключила контракт на благоустройство трех территорий по Новосадовой 283, 22, Подшипниковой 26, 26А и Революционной 48. А в Советском районе обновят дворовые локации по улице Советской армии 17 и улице Нововокзальной 14. Выбранным в ходе аукциона подрядным организациям предстоит выполнить установку детских и спортивных площадок на безопасном прорезиненном покрытии, ремонт пешеходных тротуаров и дорожек во дворе и многое другое. Напомним, дизайн-проект дворовых пространств создаются при участии жителей. В этом году для Самарской области закупят скоростные суда «Метеор». Соответствующее постановление опубликовали на сайте регионального правительства. Из документа следует, что из областного бюджета будут выделять ежегодную субсидию в размере 77 миллионов рублей речным перевозчикам на оплату лизинговых платежей. «Метеоры» планируют запустить по маршруту Самара-Ульяновск-Казань. В Самарской области более 650 человек обучились новым профессиям при помощи социального сертификата. Люди получили доступ к широкому выбору специальностей. Например, кадровое дело и бухгалтерский учет с дополнительным изучением 1С бухгалтерии в прошлом году освоили 212 человек. Для получения социального сертификата безработный должен подать заявление через интерактивный портал региональной службы занятости населения. После этого он может выбрать программу обучения и образовательную организацию. В Самарской области в районе Жигулевской ГЭС задержали браконьеров с крупным ловом стерляди, занесенный в Красную книгу. Злоумышленники при помощи нескольких запретных орудий лова с использованием моторной лодки в запрещенном для рыбалки месте выловили свыше 250 экземпляров ценных пород рыб. Из них 168 штук стерляди. Ущерб составил 1 миллион 902 тысячи рублей. Как сообщают при службе ведомства, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Изъяты орудия лова, рыба и транспортные средства. Статьей предусмотрено наказание для лишения свободы на срок до 5 лет. Роструд в своем телеграм-канале напоминает, что в феврале ожидаются длинные выходные и короткая рабочая неделя в честь Дня Защитника Отечества. 23 февраля выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля, говорится в публикации Федеральной службы. 22 февраля предпраздничный рабочий день, поэтому его продолжительность сокращается на 1 час. При шестидневной рабочей неделе суббота 25 февраля является рабочим днем, отметили в службе. В регионе стартовал сбор заявок на конкурс социальной рекламы и общественных инициатив «Добрые новости» и конкурс юных журналистов «Юнкор». Информационный проект «Добрые новости» впервые провели в Самарской области в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости его поддержали федеральные партнеры, и он приобрел новый статус, охватив свыше 15 тысяч участников. Подать заявку на конкурс могут федеральные, региональные, муниципальные, студенческие, корпоративные, печатные и электронные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и пиар-агентства, корпоративные пиар и пресс-службы, сайты, интернет-издания, паблики, а также социальные сети, каналы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся созданием, поиском и популяризацией положительных примеров социально-активного поведения, пропагандой здорового образа жизни и семейных ценностей. Запись на участие в конкурсе продлится до 30 марта 2023 года. Материалы нужно присылать по электронной почте добро-ньюс-собака-бк.ру, а подробную информацию можно найти на сайте областного отделения Союза журналистов. Как получить денежные выплаты и грамотно оформить документы на инвалидность? Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн провел очередной прием граждан. Какие вопросы волнуют самарцев, узнала Александра Гусева. У одних возникают трудности в жилищном вопросе, другие – испытывают сложности с оформлением инвалидности. Анастасия Лобанова написала обращение в онлайн-приемную Александра Хинштейна. Ответ пришел быстрее, чем она ожидала. Я являюсь мамой слабослышащего ребенка Лобанов Егора. Инвалидности по слуху у него нет, так как не слышит только одно ухо. И обратилась к Александру Евсеевичу за помощью. Так как Егор активно занимается спортом и планируется весной участвовать в соревнованиях, занимается он спортом с детьми, у которых есть также особенности здоровья по слуху. Вопрос у Анастасии Лобановой удастся решить в кратчайшие сроки. На сегодняшней встрече ей подробно рассказали о том, какие документы необходимо собрать, чтобы сын для начала смог пройти врачебную комиссию. Хорошие новости ждали и родители, которые беспокоились из-за закрытия молочной кухни. По этому вопросу в приемный парламентарий обратились сразу три человека. Существенные слухи пошли о том, что будет закрыта молочная кухня в городе Сомали. Соответственно, это очень беспокоит в связи с тем, что здоровье наших детей, естественно, для нас самое главное. Итог такой, что представитель у нас, нашего министерства здравоохранения присутствовал, который заверил, что будет сделано все, чтобы, соответственно, в Сомале молочная кухня сохранилась. Нередко к депутату Госдумы обращаются с социальными и жилищно-коммунальными вопросами. Сегодня на приеме у Александра Хинштейна оказалась одна из самарских семей. Жители города проживали в доме по Самарской 109, который в 2015 году был признан аварийным и попал под расселение. В семье была предоставлена квартира из маневренного фонда в доме по Саранской 15. Но оформить право собственности на эти квадратные метры самарцы пока не могут, так как Савжин не передает квартиру на баланс городу. А жилье по Самарской 109 изъято по решению суда. Я, к сожалению, должен констатировать, что проект, который был начат в Самаре в 2014-2015 году под названием «Пять кварталов» не только не был реализован в итоге, но и привел к проблемам, возникшим у людей. В целом, я боюсь, что эта проблема касается ни одной только семьи, и нам с руководством и города, и области предстоит выработать какой-то системный подход. Большая сложность состоит в том, что с правовой точки зрения все оформлено безукоризненно. Пока вопрос находится на рассмотрении. Семье были предложены варианты решения и поддержка со стороны властей. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. Подвели итоги работы за 2022 год и наметили планы на 2023. В Ракетно-космическом центре «Прогресс» прошла пресс-конференция с генеральным директором Дмитрием Барановым. В прошлом году, благодаря профессиональной сложной работе и правильной тактике, Россия совершила 22 удачных пуска ракет. 19 из них были собраны на «Прогрессе». Какие цели и задачи стоят перед сотрудниками предприятия в 2023 году, расскажет наш корреспондент. Космос осваивают не супергерои, а самые простые люди. Слажные работы и профессионализм вот уже несколько десятилетий помогают РКЦ «Прогресс» удерживать лидирующие позиции в области ракетостроения. На подведении итогов работы за 2022 год генеральный директор Дмитрий Баранов отметил, несмотря на трудности, которые испытало предприятие в связи с нестабильной обстановкой на международной арене, заводу не только удалось нарастить темпы производства, но и перевыполнить госплан. У нас существенно выросла в последнее время, именно в этом году, производительность труда. За счет новых технологий и за счет организационных мероприятий, за счет улучшения внутренней структуры предприятия. В прошлом году Россия совершила 22 удачных запуска ракет. 19 из них были собраны на Самарском прогрессе. За одним из таких пусков в сентябре прошлого года наблюдал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. С площадки космодрома Байконур был осуществлен успешный пуск ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем, названным в честь русского ученого, основоположника теории освоения космического пространства Константина Циолковского. У нас была поездка губернатора на космодром Байконур на запуск. Для нас это было интересно, чтобы мы показали заинтересованность правительства Самарской области в нас. Я считаю, что у нас это получилось. По словам генерального директора РКЦ «Прогресс», в 2023 году Ракетно-космический центр планирует осуществить около 20 запусков ракеты-носителей. В настоящее время предприятие находится в стабильном экономическом положении. Есть определенный рост заработной платы, он не такой большой, как хотелось бы, где-то в районе 56, может быть, чуть больше тысяч в среднем. Это повышение по сравнению с прошлым годом. Напомним, Самары носят почетный статус неофициальной космической столицы России. Здесь были спроектированы и созданы многие летательные аппараты, предназначенные для изучения околоземного пространства, не имеющие аналогов в мире. Александр Гусева, Константин Головин. Крылья Советов подписали двух новых игроков на три с половиной года. Баскетболисты Самары с поражения начали вторую часть чемпионата единой лиги, а гандболистки Лады вышли в финал четырех Кубка России. Подробнее об этих и других новостях в нашей спортивной рубрике. Состав футбольного клуба Крылья Советов пополнили два игрока. Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов подписал контракт с командой на три с половиной года. Рассказов будет выступать за самарцев под пятнадцатым номером. Другой новичок выбрал двадцать восьмой номер. Аргентинский полузащитник Бенхамин Гаре подписал контракт с самарской командой также на три с половиной года. Он выступал за младежную команду Манчестер Сити и аргентинские команды Расинг и Атлетика Уракан. Николай Рассказов уже успел выйти на поле за самарцев на сборах в Турции. Накануне Крылья обыграли Скахабаровск 3-0, отличились Хубулов, Гапонов и Цыпченко. Последний забил еще и ворота Казанского Рубина, но самарцы уступили 1-2. Баскетболисты Самары второй этап регулярного чемпионата единой лиги начали выездной игрой против Саратовского Автодора. В середине первой четверти самарцы позволили хозяевам завладеть солидным преимуществом и на протяжении всей оставшейся игры старались догнать оппонентов. Погоня оказалась неудачной. Лишь пару раз самарцы приближались к Автодору на расстоянии четырех очков. Итоговый счет 83-93 поражение Самары. Волейболисты Новы не смогли навязать борьбу в домашнем матче одному из лидеров Суперлиги Белогорью. Лишь в первой партии на площадке была равная игра, затем гости уверенно контролировали ход встречи. 20-25, 14-25, 20-25 и 0-3 по сетам. Поражение Новы. Белогорье продлило серию своих побед до девяти матчей. Хоккеисты Лады на своем льду переиграли Казанский Барс в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Первый период завершился в ничью. На быстрый гол тольяттинцев гости ответили в середине игрового отрезка. Затем забивали только хозяева. На 25-й минуте отличился Мокин, а в конце матча большинство реализовал Бусаров. 3-1 победа Лады. Команда на шестом месте в турнирной таблице. Гонбалистки Лады на выезде переиграли Астраханочку в четвертьфинале Кубка России. Первый тайм Тольяттинки проиграли 15-17, но сразу после перерыва забросили четыре безответных мяча ворота соперниц. К середине второго тайма счет был равным, но тольяттинские спортсменки сделали еще один рывок и довели матч до победы 28-27. Соперницами Лады в финале четырех Кубка России, который состоится в апреле, будут лидеры российского гонбола ЦСКА, Ростов-Дон и Звезда. Далее эфир продолжит обзор городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Правительство расширило возможности сервера поступления ВУЗ-онлайн, говорится в телеграм-канале Самарского района. Час сведений, которые раньше выпускникам приходило заполнять в ручном режиме, теперь будут подгружаться автоматически в сервис поступления ВУЗ-онлайн за счет интеграции информационных систем. Это особенно важно для выпускников, которые подают заявление сразу на несколько специальностей и в несколько ВУЗов. Они смогут отслеживать конкурсную ситуацию онлайн и оперативно принимать решения. К сервису дополнительно подключены новые системы, в том числе цифровая платформа физической культуры и спорт, государственный информресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, информационная система в сфере развития добровольчества. Достижения в этих сферах дают дополнительные баллы для поступления в ВУЗы. 11 февраля в субботу с 11 до 13 часов пройдет 10-й семинар онлайн-школы для приемных родителей, сообщает в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. На занятиях школы психологи детально раскроют тему трудного поведения приемных детей. Узнать подробнее о школе и посмотреть расписание семинаров можно на сайте отказники.ру Ведущими станут Алена Синкевич, Анна Корзун и Алена Маликова психологи проекта «Близкие люди». Принять участие в семинаре может любой желающий. Для этого нужно зарегистрироваться, пройдя по ссылке, опубликованной в телеграм-канале. Семь причин записать ребенка на бесплатные курсы программирования могут бесплатно пройти IT-курсы в проекте «Код будущего». Сейчас проводится до набор. Это поможет смотивировать детей к учебе, изучить иностранные языки, развить творческие навыки и правильно выбрать будущую профессию. Выбрать курс и подать заявление можно на госуслугах. Школьник должен пройти вступительное испытание, изучить материалы первого модуля и решить тест по его итогам, а потом начать обучение в группе со второго модуля. Подать заявку может сам школьник, его родители или иные законные представители. Учиться можно будет онлайн и оффлайн. 144 академических часа. Количество мест в группах ограничено. В Кировском районе прошли соревнования по лыжным гонкам «Самарская лыжня», говорится в телеграм-канале. Лыжные состязания прошли в лесопарке имени 60-летия советской власти на лыжной базе спортивной школы Олимпийского резерва номер 11 имени Ольховского. Соревнования проводились под руководством опытного общественного тренера из Кировского района Владимира Денисова. Участников, занявших первые, вторые и третьи места в каждой возрастной группе, наградили медалями и дипломами. Спортсмены получили настоящий заряд бодрости и море положительных эмоций. На этом выпуск подошел к концу. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова